В облако надо, там надо в облако записывать. Да, 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 все идет в облако. Здравствуйте, уважаемые дамы, господа, продолжаем наш великолепный курс. И сегодня первое число месяца Сиван, скоро у нас праздник Шавуот. И на этой, на прошлой неделе, в субботу, мы закончили книгу Вейкра, третью книгу, пяти книжей, начали четвертую книгу, которая называется «Бемидбар». Обычно, обычно неделя, на которую выходит, попадает праздник Шавуот, это неделя главы НАСО, самой объемной главы Хумаша. В этот раз будет «Бемидбар», такой тоже бывает. И я посмотрел в архиве, есть записи нашего разбора книги «Рут к празднику Шавуот». Мы разбирали и десять речений, то есть двадцатую главу книги Шавуот специально к Шавуоту. Так что сегодня мы просто сконцентрируемся на недельном разделе. И в нем у нас остались нерассмотренными две главы. Глава номер два, она, в общем-то, сама небольшая. И первая часть главы номер, параграфа номер четыре. А вот потому что где-то посередине он разделен. Первая часть, которую мы сегодня, я надеюсь, успеем рассмотреть, входит в недельный раздел «Бемидбар», а следующий входит уже в недельный раздел «Носок». Так что, милости просим, так я включаю демонстрацию экрана, и мы смотрим, да, вот он текст. Второй главы главы «Бет» раздела «Бемидбар». Ну, с вашего позволения, я начинаю. Да, сегодня у нас почти нет новых слов. Многие, большинство слов, они, более того, повторяются. Повторяются, поскольку тема эта уже была раскрыта в предыдущих главах. Так. Но, тем не менее, есть файл, который называется «Словарь», и вот те слова, которые я выделил вот так зеленым фоном, да, они у меня туда включены. Вот. То, что я выделил желтым фоном для себя. Просто, чтобы меня не забыть, может быть, сказать какие-то слова. Итак, «Вайдабер Гашем Эль Мушев Эль Агарон Левор». И сказал Бог Моисею и Агарону, говоря, «Иш Аль Дигло Беотот Левейт Авотам Яхану Беней Исраэль, «Ми Негед Савив Ле Огель Моэд Яхану». Так. Одну секунду, посмотрю чат. Ага, Людмила. Да, смотрите, я не буду это делать сейчас, я постараюсь это сделать сразу после занятия на нашу группу в Телеграм. Вас устроит, да? Я выложу, я найду потом. Анна берет эту работу на себя. Коля Ково, спасибо огромное, Анна, меня очень выручает, особенно в последнее время. Итак, человек по, что такое Дегель? Дегель – это знамя, флажок, да? По знамени его, Беотот, слово «от» означает буква, и слово «от» означает знак. Множественное число от слова «от» в значении буква «отиот», а в значении знак «отот». Это слово мы встречаем в вечерней молитве. Вот тот у муфтим, адмат бней хам, к примеру. Так, по дому отцов его, что такое «яхано»? Это глагол со значением «находиться в стане», махане, да? Значит, становиться станом, очевидно. Бней, цель сына Израиля. Напротив, вокруг шатра собраний, Огель-Моэд – это, конечно, мешкан, да? Будут они стоять станом. Вот так вот у меня получился дословный перевод. Сейчас я передаю микрофон Анне, и если у нее есть изменения по улучшению моего перевода, пожалуйста, я готов принять. Нет, все нормально. Просто единственный момент. Я в группу даже выложила, кому интересно. Вот знаки, тот имеет в виду и знамя, то есть у каждого колена был свой флаг, скажем так. Ага, да, конечно. Выложила в чат, там страничка из книги, там комментарии Раши, там примечания переводчиков. Они, в частности, привели, какой флаг был у каждого колена, а также каждый знак еще имеет в виду порядок расположения, то есть у каждого колена было свое место в лагере. Поэтому там еще схемы есть, где конкретно стояло, с какой стороны, какое колено стояло и в каком месте. Да, спасибо, весьма любопытно. Ну, тут все это описано, но как бы, чтобы наглядно это можно было представить, что кто здесь стоял. Да, спасибо, спасибо. Так, это третий гиммель, да, получается? Теперь вам гиммель, да. Да. И расположившиеся, ну, как бы, ставшие станом спереди, с востока или к востоку. Да, спереди к востоку. Значит, с востока – это знамя колена, лагеря колена Ягуды по их ополчениям или воинствам. Да, войско цава. Цава, по их войскам. И князь-предводитель сынов Ягуды – это Нахшон бен Аминадав. Это, в общем-то, известный человек, я, наверное, могу сказать. Да, публичная личность. Да, совершенно верно. Да, все правильно, спасибо. Теперь Далет у нас, Тимофей берет, да? Да. Далет. Утсвао уф кудэхем арба рэши им элев шешмел. И войско его исчисленных. Да, 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 исчисления. Да, 74600. Совершенно верно. По этим главам можно учить числительные, а также учиться чтению. Я рекомендую тем, кто только-только начинает учить иврит, знает уже буквы и огласовки, но нужно ему проверить себя, да смотреть вот эти тексты там, где идут имена. Поскольку имена идут в транслитерации русскими буквами. Я не люблю транслитерацию других слов, но имена они, в общем-то, не переводятся. Вот тут написано «Нахшон бен Аминадав», к примеру. И по-русски написано то же самое «Нахшон сын Аминадава». «Нахшон бен Аминадава». Проверили себя, совпало, прекрасно. Да, благодарю вас. Вот числительные мы прочитали. Спасибо, Тимофей. Теперь эй. Это у нас, получается, Людмила. Людмила. Еще хотела спросить, а вот еще говорят для начинающих. Книга Йона, да, несложная? Несложная книга Йона, действительно. И интересно, там сюжет разворачивается. Несложная книга «Рут». Мы ее разбирали, вот, особенно первые главы, они идут достаточно таким понятным языком. Вот, и, в принципе, можно найти еще какие-то тексты, да, несложные для понимания. А потом книга «Рут» сложнее там дальше, да? Там немножко сложнее, потому что сюжет замедляется, и специфические термины появляются. Это просто их надо знать, чтобы понимать. А что сложнее, Йона или «Рут»? Я думаю, что «Рут» чуть посложнее будет. Ну, попробуйте. Нет, я читала, но мне просто как бы сейчас трудно понять. Я уже куда-то немножко продвинулась. А начинала вот я с Йоны, поэтому в разное время трудно сопоставить. Понятно, понятно. У нас даже, мы тут читали книгу Йоны в прошлом году, когда были осенние праздники. Правда, у нас всего трое. Мы с Тимофеем, мы с Тимофеем, мы с Тимофеем, мы с Тимофеем, мы с Тимофеем. Так, так, понятно, понятно. Так, значит… Значит… Да, да. И Сахар… И Сахар, да. И Сахар в носи ливне Иссахар, да. Да, верно, совершенно верно. Я недавно почистил компьютер, и теперь он настроен так, что подчеркивают непонятные ему слова. Это действительно закрывает огласовки. Я вот не обратил внимания, надо будет с этим справиться. Да, вы правы. Теперь, Исахар – это одно из слов, которые пишется так, а читается всегда иначе. Мы читаем это имя, как Исахар. Но вот как раз в нашей команде, в нашей общине, как раз при чтении Торы принято имя, это читается как Исасхар. Вот такой обучий. Это вот такое редкое слово, в котором Син три раза повторяется подряд, да. То есть получается Дагеш и потом еще раз. Ага. Но если Дагеш считать удвоением, да, 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 получается так. Ну, по идее, вот эта буква и огласовки она не имеет, и точки диакритической не имеет. То есть могла бы быть Шин, да. Да, да, да. Но мы знаем, что это или читается Исахар, или и, как редко бы, Исасхар. Да. Так. Ну, тут идут имена. Тут, в общем, переводить особо нечего. Вот это Ахонима. Ахонима, да. Стоящий станом. Стоящий станом перед ними. Да. Или перед ним. Колено Исахара. Да, да. Колено Исахара. Пророк. Князь, можно сказать, Носи. Князь. Нет, не Нове, Носи, да. Сынов Исахара. Как его звали? Нетанэль. Нетанэль, сын Суара. Сын Суара. Да. Людмила, спасибо. Но я не могу сказать, что эти имена так уж легко читать. Вы знаете. Догадаться, мне кажется, догадаться. У меня получился эксперимент такой. Вот на второй трапезе я был в гостях. И хозяин читал текст, ну, в русском переводе. Он называл имя, я называл отчество. Да. Он говорит, Нетанэль, я говорю, Бен Суар. И, знаете, в большинстве случаев я таки вспомнил, как кого по-батюшке. Здорово. Здорово. Куда кого-то. Это специфика моей памяти. Я не могу сказать, что у меня замечательная память на все, но почему-то на сочетание имен и фамилии, или в данном случае имен и отчество. Вот так, да? А я, наоборот, никогда не могла имя отчество какое-нибудь учить. Ага, да, да, да. Так, теперь у нас Шуша будет читать. Шуша. Да, Вав, да? Да, Вав, слушаем сразу. Уцвао, уфкидав, арбаав и хамишим эдов, арбаам и от. Так, Уцвао, это как и войско его. И войско его, да. Так, вкидав, как мы лучше переведем, и исчисление их. Да, исчисленные. Или, значит, это что, 40 и 50 тысяч, да? Нет, арбаа – это 4 хамишим 50, 54 тысячи. Мы говорим о таком порядке, да. Так, что и 400. Да, 400, совершенно верно, да. Я помню, как много-много лет назад я еще только учился читать, да, я даже вот проверял математически, да, правильно ли я понимаю числительные, а потом я их складывал, да, и таки, да, получилась цифра. Есть еще один интересный спектр. Нет, это проблема. Если будет у меня минутка, я вам расскажу. А пока вот, обращайте внимание на… Тут, наоборот, как бы обратный порядок числительных. Сначала единицы, потом… Это плохо очень с цифрами. А сейчас, а потом, наоборот, стоит. Да, надо запомнить. Действительно. Ну, 54 тысячи названо так, 4 и 50 тысяч. Да, так вот. Так, спасибо, Шуша, за НЧ. Так, Юля. Я, наверное, да? Да. Хорошо. Так. Матея Зеву-Луна, ве-наши, ве-наши, ливне Зеву-Луна, э-ли-ав-бен-ге-Лон. Хелло, хелло, да. Колено Зеву-Луна. Опять же, вот это слово… Ну, давайте перейдем, как князь, военачальник, да? Да? Князь, вот, сыновей, ну, то есть, вот этого колена. Да, да. Зеву-Луна, да. Элья, сын Хелу-Луна. Да, да, спасибо, спасибо, Юля. Все так. Если кто-то обратил внимание, все большинство имен, они вполне себе, ну, понятны даже смысл, что они означают. Если кто-то… Да, да. Можно разобрать, как это значит. Так. Ну, вот хелло, например, это что? Я что-то не даже… Вот хелло, я и хелло, я не сказала бы. А вот… А вот интересно. Или ах, я бы поняла. Да, да, что-то такое мелькало. Ладно, не обратно. А можно ее плюсик, Анна, а вот вы говорите, понятно. Понятные имена. То есть они, правда, имели хождение? Или это просто для текста? Нет, просто для себя. Ну, я просто, мне интересно было понять, что означает. Ведь раньше это все имена были как бы со смыслом. Это мы уже забыли, что означают наши имена. Потому что они не в русском языке ничего не значат, допустим. А тут они, значит, все они говорящие, в принципе, можно понять их. Я, как ни странно, выступаю за то, чтобы имена переводить. Но вообще я понимаю, что это нереально. Ну, насколько они имеют хождение, допустим, тогда-то, видимо, они имели хождение, но сейчас вряд ли мало каких из этих имен употребляются, как я понимаю. Вот вы знаете, как раз по этому поводу мы тоже говорили вот в эту субботу на трапезе. Дело в том, что вот у ультраортотоксальной публики там в основном используется довольно ограниченный список имен, как правило, тонахических. У публики нерелигиозной добавляются к этому имена современные, которые были придуманы где-то сотню лет назад, не больше. А вот национально-религиозная гвардия, они как раз очень активно используют имена тонахические, редкие. Так что вот приедете в какое-то поселение, услышите там весьма такие редкие имена. Тот же, например, Элиаб Бенхейло. Вполне. Вословно имя Аминадаб я встречала из релитян, допустим. Да, да, редко оно бывает. Имя Натаниэль, оно вошло в европейские языки, допустим, у Фенемора Купера, допустим, герой есть. Да, да. Немножко другие только огласовки, да, Натаниэль, а тут Швастер. Натана Эль, Натаниэль, да. Бывает, бывает. Вообще есть такие группы людей, как правило, религиозные меньшинства, у которых принято. Даже вот, например, староверы, христиане. Принято называть библейскими именами детей. Там вполне может быть мальчик по имени Авраам, именно так, Авраам, вот, который к евреям не имеет никакого родственного отношения. Просто вот такое. В общем, имя Абрама, оно было в христианских святцах. Было, кстати, интересно, что американских протестантов тоже были. Именно Гидеон, допустим, или Соломон там, или как Авраам Линкольн, как у Высоцкого. Куда девали там Абрама Бутольня? Да. А вот интересно, Кильон и Махлон же, это никто не называет сейчас, да? Я думаю, нет, потому что… Плохой смысл, а у них плохой смысл. Бывает не с очень хорошим смыслом имена, но их почему-то иногда называют современным. Я думаю, что вот эти Махлон и Кильон, это были скорее прозвища, которые вошли в качестве имен. В той же книге Рут встречается персонаж, который не назван по имени, потому что он отказался установить имя своему родственнику в Израиле, поэтому и его не назвали по имени. Есть мнение, что слово «тов», которое там используется в этой фразе, это его имя. Но, может быть, и нет. Ладно, товарищ, давайте почитаем, а то мы… Давайте, 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 да. Мы послушали Юлию. Теперь вы читаете. Сейчас, наверное, хет, я, да. Уцва о, уф кудав, шива вахамищим элеф, ве арба меот. И войско его и исчисление их, 7 и 50 тысяч, то есть 57 тысяч и 400. Да, прошу вас, Анна. Коль апкудим лемахане и года, меат элеф, у шмуним элеф, ве шешет алафию, ве арба меот, ле цивотам решона. Еще одно слово. Ис-а, ис-а, ис-у, ис-а-у, 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 ис-а-у. Так, для всех исчисленных в лагере Игуды, вот тут вот говорится о первом лагере, который стоял с востока. Это вот там были три колена, как кто заметил, но он назывался по имени Игуды, то есть это был лагерь Игуды. И там их численность, это как бы 100 тысяч и 80 тысяч, то есть получается 180 тысяч, и шешет алафин, то есть и 6 тысяч, то есть 186 тысяч и того получалось. И 400, 186 тысяч 400, и по их ополчениям или по их войскам решены Ис-а-у, то есть они первыми выходят, то есть когда стан снимался с места, то они шли сначала первыми и снимались с места. Впереди, да-да-да, шел этот стан из трех полей. Гайдар шагает впереди. Да. Верно, такой молодой и юный скакал впереди. А, юный октябрь там был. Нет, там Ленин такой молодой. Ленин, конечно, да. Так, спасибо. Иуд Тимофей. Иуд Тимофей, просим. Переводим. Знамя лагеря Ревуэна на юге. Точно. Так, армия его. По войскам. По войскам их. Да, по войскам их. И предводитель сыновей Ревуэна Эли Цур, сын Шедеура. Да, да. Так, чудесно. Так, спасибо, Тимофей. Теперь Юль Алиф. Людмила. Людмила, слушаем. Уцва о, уп, кудав. Извините, если можно курсор. Да, 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 брат. Шиша, я помню. Шиша в арба им элиф вахамэш маот. И войско его, да? Да. Исчисленные. Да, исчисления их. 46 тысяч и 500. Ну, в общем, получается 46 тысяч 500, да? 46 тысяч 500, да. А вот еще про числительное. Вот шния в современном, да? А вот в книге Руд шинит, да? В современном нету шинит, да? Есть, но в другом выражении. Например, во-первых, так, а во-вторых, так. Используется шинит. А, по-ам женского же рода. Да, так и есть, да. Так, спасибо. Все правильно. Так, Юдбет. Так, это у нас, получается, шуша. Шуша. Вэ ахоним Аллах Мэтэ Шимон. Матэ Шимон. Матэ Шимон. Вэ неси лебней Шимон. Шэ лэммээль. Шэ лэммээль. Лэммээль. Бэн, Цури, Шэддай. Да, верно. Так, его и звали. Так. Как это сказать правильно? Стоящий лагерем с ним, ну, при нем, с ним. Да, при нем. Это правильно. Шэ лэммээль. Да. Так, и князь, и князь, и князь, и князь колена, ну, сыновей Шэмона. Ахоним Аллах Мэтэ Шэддай. Да, да. Пожалуй, здесь я вставлю слово. Спасибо, спасибо, Шуша. Абшелом Корф, который, кстати, поставил свой автограф на мой первый диплом преподавателя еврита. Вот он известная личность. Он много лет вел передачу на израильском телевидении Геазман Лашон. Пришло время изучать язык. Рассказывал, что вот слово, имя Шлумиэль, оно такое малопопулярное, потому что в идишском фольклоре это нечто наподобие шлемазла. Вот я тоже хотела сказать несколько шлемей, шлемей. Да, да. Кажется, уж не Шоломли Алейхем это объяснял, что такое шлемей или что такое шлемазл, что шлемазл проливает суп на колени шлемей или что-то в этом роде. По-моему, наоборот. Или наоборот. Может быть, и наоборот. Такой неуклюжий недотепа, а шлемазл – это такой несчастный неудачник. Если шлемей или проливает суп, то он непременно прольет его на колени шлемазл. То есть ему не повезет, всегда не повезет. Да, так вот. Абшелом Корф объяснил, почему именно Шломиэль. Вот это имя стало таким нарицательным. Потому что день, когда читают в главе Наси про подарки колен, кажется, это в Хануку происходит. Вот день, когда читают при ношении Шломиэля, никогда не выпадает на шаббат. Вот так построен календарь. Ну, это, так сказать, дополнительно. По-моему, в месяце Ниссан обычно читают. Да, есть в месяце Ниссан дополнительное чтение. Вот. Есть чтение по очереди. Есть чтение, то есть в главе Насо как раз на этой, на этой, на следующей неделе будем это читать. Вот. Но, кроме того, еще и в Хануку. В Хануку надо что-то читать? Надо. На восемь дней, значит, берут приношение колен. Так, благодарю вас. Теперь, теперь, теперь. Юля. Теперь Юля. Юля Ютгимен, просим. Ага, с подчислителем. Да, да. А у нас несколько лет назад был урок, где Рафа Лягу именно объяснил числительный по одной из глав, где там пепелец. Да, мне сегодня мне попалось. Да, как классно. Так. Получается, его войско и число их 9 и 50 тысяч и 300. Да, 59 тысяч и 300. Да, верно. Спасибо, Юля. Все правильно. То есть, это аналог миспар, да? Ну, конечно, да. Исчисление, да? Чем миспар, да, числительное, числительное. А миспар не было, получается, да? Слово миспар. Вы имеете в виду слово миспар? Да. Я не помню, встречается ли она в Танахе. Думаю, что... Нет, не знаю, честно говоря, не берусь сказать. Думала, может, я знаю. Ага, понятно. Ну, я так подумаю, но что-то так вот сейчас на ум не приходит. Миспар в смысле номер или число? Ну, по-хорошему надо в конкорданции посмотреть, но... А существуют такие симфонии? У христиан, допустим, есть такие симфонии. Конкордация, да, используется достаточно активно. Да, конечно, это христиане придумали, но все же эта вещь бывает полезна, да? Так, спасибо, Ют Далет. Вот, по-моему, слово миспар, в смысле исчисленное, по-моему, в Тейлим встречается, вот если так прям навскидку, ну, что-то вот у меня брежет. Пожалуй, пожалуй. Поискать. Так, наверняка есть в электронном виде, можно посмотреть, да? Так, теперь Ют Далет, после Юли, наверное, я, да? Да. Все понятно. И колено гада, и князь сынов гада, Эльясав, сын Реуэля. Так, теперь Тетвав, прошу вас, Анна. Просто я еще вспомнила вот насчет библейских имен, допустим, российские протестанты тоже любят библейские имена. Я помню, когда-то несколько лет назад была в новостях, новость там где-то живет на Кавказе, какая-то многодетная семья, поскольку их там, про них был сюжет, что они многодетные, там чуть ли не 14 детей или 15 детей. И у них у всех вот они были именно такими именами, типа там Рувен, Иосиф, там Давид, там еще кто-то, не знаю кто там, Соломон, Авраам, там что-то такое у них вот, типа того. У меня в классе была девочка, вот ее мама очень любила рассказывать, что они из староверов, но у них, ну они, может быть, не такие рьяные были, но тем не менее у них именно Наталья, Иван, Сергей как-то обычные были, может, не такие сильно погруженные. Ну, единственное, как мне сказали, что имя Гат вряд ли кто-то возьмет в России, в частности, или там, ну, слабо-славянский язык, но слово Гат явно, да, явно не благозвучно, просто я посмотрела вот этот вот следующий, типа вот этот текст, значит, Умате Гат, Вынасиловный Гат, Ильясаф Бен Реуэль, совершенно верно. Да, вот этот вот Гат, и колено Гат. Мне рассказывали интересную историю. Да, один юноша-израильтянин, ну, вроде бы такой соблюдающий религиозный, вот он как-то летел через Россию, и в аэропорту к нему привязалась дамочка из секты свидетелей, вот. Ну, они обычно заводят такие душепроникающие разговоры с тем, чтобы передать свою литературу, и в какой-то момент, так сказать, занимается своими делами, не обращая на нее внимания, в какой-то момент она им спрашивает, ну, а вот как вас зовут? Он, честно, называет свое израильское имя, говорит, Иуда. А все-таки в современном варианте Иуда или какой дальше? Это может быть и Егуда, это может быть и Егуда, это может быть просто Юда иногда сокращается вот таким вот образом, да. Так что смысл тот же самый, в общем. Имя вполне популярное, да, означает «благодарность», да, слово «легудот», «тода». Я не поняла, что в Израиле надо очень аккуратно вообще из разных стран, ну, люди, которые, для которых может быть разная ассоциация, вот, например, мне сказали слово «зуб» нельзя говорить, не только при арабах, ну, что это из арабского пришло сленг, ну, и израильтяне все знают это, что это какое-то очень неприличное ругательство, типа «зуб-зубы». Вот, и я поняла, что очень опасно вообще говорить, потому что у каждого языка могут быть свои ассоциации, лучше вообще что ли молчать? Я даже скажу вам, некоторые имена русские, которые, причем даже популярные у евреев, у российских евреев, на иврите имеют звучание, не еврейского просвертения, на иврите имеют звучание весьма непрезентабельное. Ну, например, женщина, имя которой переводится как «могильный червь». Не очень красиво, правда? И что это за имя? Не скажу, не скажу, чтобы не обижать бедных женщин, которые не виноваты. И они сами... Присутствующих таких нету хотя бы имен? Нет, нет, нет. Хотя, в общем-то, это ничего не значит, конечно же, человек не виноват. Так, ага. Продолжаем, да. Анна, вы прочитали? Так, я прочитала, теперь Тимофей. Тимофей Тетваб, да? Откликаемся, да. Да, 15. Тимофей. Тимофей? Так, не вижу. А я еще сейчас? Да, 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 вот это. Так. Тетваб. И армия его, по исчислению их, 45650. Совершенно верно, Тимофей, спасибо. Вот здесь я тоже делаю маленькое отступление. Когда я впервые это читал, меня поразило, что все числа, в общем-то, круглые, округлены до сотен. И только вот здесь у нас есть 50, но опять же 50, а не 52 и не 47, к примеру. Да. Да. И мне это казалось немного странным. Но вот какое объяснение от Гидалий Спинаделя. Я не так давно услышал, и, в общем-то, я с ним согласился. Как пересчитывали людей? Мы с вами знаем. Люди сдавали по полшекеля за каждого человека. А потом вот эти монетки взвешивали и по общему весу определяли количество людей. Определяли, наверное, не с абсолютной точностью, наверное, как-то округляли. Я, к примеру, как-то работал на заводе, была у нас практика во время студенческой практики. И вот там рабочий приносил корзинку таких мелких деталей на обработку каждой детали. Уходило примерно полминуты. И весы были настроены таким образом, что он вываливал сделанные детали на одну чашу, а на другую клал одну деталь, вторую деталь, третью деталь, пока не перевисит. Весы были настроены так, что одна деталь на левой чаше была по весу равна сотне деталей на правой чаше. Скажем, положил он четыре детали и мало, пять деталей – много. Значит, примерно будем считать, что детали он сделал четыре с половиной сотни. Вот, очевидно, все колена были округлены, потому что стрелка показывала так. А вот в случае колена гада стрелка была ровно посередине. Поэтому решили округлить вот таким образом до пяти-десяти. Но, по крайней мере, не до, скажем, десяти или там тридцати. Вот такое мнение есть, конечно. Оно не доказано, но, в принципе, оно вполне логично. Вот, что я вам хотел сказать по этому. Я тут полтора часа лекцию слышал на неделю на эту тему. Именно на это? Да, именно почему все числа делятся на десять. Ну, как бы меня состоит из десяти. Как бы одиннадцатый человек меняли, он уже, ну, типа лишний. Ну, и здесь как бы подчеркивается, что лишних евреев в пустыне не было. Такая целостность. А сможете сбросить лекцию эту, если вам не трудно? Да, да, сейчас пришло. О, еще хотела сказать, пока вы говорили, я нашла, что Неспар, у нас часто в книге «Бытия» встречаются. Вы решите, в исходе. Где вы нашли? А я вам скину, это... Телеграм, да, скинете? Да, 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 сейчас скину все. А я нашла в Тейлим, уже нашла Слава Неспар. Прекрасно. Так оперативно. Ну, просто я вспоминала как раз вот последний Тейлим, 139. Так, хорошо работаем. Как цена деления, да, вот про... У меня вопрос такой небольшой. А что значит имя Идан? Мне давно это покоя не дает. Имя какое? Идан. Идан? Идан? Ну, в общем, это. Который как оффер. Идан офер. Ну, в общем, это имя, я хотела сказать. Что-то такое... Посмотрите в словаре. А он через что пишет? Через Айн этот самый? Да. Что ты в словаре такого конкретного имени не нашла? Есть что-то похожее на эпоху, эра, но может это как-то пишется по-другому. По-моему, очень... Смотрите, есть имя Идо. Это означает... Да, да, да. Да, да, да. Это красиво. Идан тут написали... Его свидетель. То ли Ганед, как Ганеден, то ли это нежность, нежность или свежесть. Да, в женской, по-моему, есть какое-то имя, связанное с нежностью, чем-то похожее. Ну, Идан, как это, Эдма, что ли, получается. Есть такое, да. Да, ну, это еще и желание. Для желания еще, да. Да, да, страсти даже, можно сказать, некоторым образом. А где мы остановились? Тимофей прочитал, да? Да, Тимофей прочитал, сейчас Тадзай. А нежный, да, вот еще есть как-то вот Алладин содержит слово ивритское. Алладин, да. Да, да, есть имя Один и Одина, да. А это нежно переводится или как-то? Я просто по-другому по-разному находилась. Есть чуть-чуть другой перевод, он более подходит. Да, но... Один, но один – это нежность. А вот, может быть, мужское имя тоже как вариант. Что-то там как-то еще есть вариант, связанное как-то... Правда, интересно. Девочки, девочки, давайте почитаем. Да, да, да. Итак, Тадзай. Я немножко отвлекаюсь на курсор, так? Да, да, да. Не знаю, как ударение Исау. Исау, ну, я читаю Исау, хотя бы, может быть, и Исау. Все исчисленные лагеря Роуэна, это как Шель, да, вот здесь Лэ? Да, да. Сто тысяч и хатхмишим, 51 тысяча, 450 их войск. То есть это все надо сложить, да? Вот эти сейчас. Шни-им – это как здесь множные числа? Вторые, да. Современно как-то по-другому, да? Шни-им – ну, нет, почему? Шей-ми во множенном числе, он второй. А они вторые, Шни-им, да, вполне. А это здесь носу, да, они принесли? Или что здесь? Нет, Исау будут двигаться, будут двигаться. Здесь речь идет о том, что вот стоят они с Таном, а теперь им надо двигаться. Всевышний показывает им, что отправляетесь в путь. Значит, они собираются и выходят. Первым идет вот Дегель Махане и Уда. Вторым идут Дегель Махане, вот что мы прочитали, Роуэн. Это глагол Насэ, да, который… Да, Наса, Нун, Са, Мах, Айн. В современном рите значит ехать, ехать. Носэ, есть другой глагол, Нун, Син, Алиф. Этого поднимать или носить. Ага, спасибо. Так, я прошу прощения, сейчас я отвечу. И мы продолжим. Жень, привет, буквально через 20 минут перезвоним. Ждем, пока. Так, замечательно. Спасибо, это была Людмила. Так, Юд, Зайн. Так, я слушал. Так, у него Наса, Хоэль, Амуэт, Махане, Ле, Халуим, Бетох, Маханод. Каэшэр, Эя, Хану, Кэн, Яасу, Иш, Аль, Ясау, Иш, Аль, Эя, До, Ле, Дгалихэм. Ле, Диг, Лей, Эм. Диг, Лейхэм. Так, ну потихонечку, сразу говорю, Наса, как это, вышли. И двинуться. И двинуться, да. И будут двигаться, да. И будет двигаться. Будет двигаться. О, Гермаэт, да. Шетер свидетельства. Да, Махане Аль-Вим, да. Так, лагерь, как это? Лагерь левитов, да. А, так, Бетох, как внутри лагерей? Внутри, да, между лагерями буквально. Между лагерями. Когда, так, как это сказать правильно? Как они встанут станом, так они и будут двигаться. А так и будут двигаться, так. А как это, по направлению, что ли, в соответствии? Человек, каждый рядом с ним, вот я даже. Со своим знаменем, то есть, как бы сказать, каждый. Каждый под своим знаменем, или как каждый со своим знаменем? Да, вот так. Ладиг лейгем, со своими знаменами. В соответствии, да, получается? Да, в соответствии со своими знаменами, да. По знаменам их, вот как. Да, да. Шуши опять досталась трудная для перевода фраза. Так вот Шуши везет. Спасибо, Шуши, все правильно, так. Юля, очевидно, да? Юля, да. Так. В общем, знамя лагеря Ифраима, значит, его войскам. На западе. Запад, совершенно верно. Я так понимаю, что море было на западе раньше. Да, так оно и было. Посмотрите на карту Израиля, где у нас море. Президемное море как раз на западе, да? Да. И, в общем, его, как вы сказали, князь, да? Князь, да. Сыновный фраз. Сыновный фраз. Да, да, все правильно, Юля. Совершенно верно. Так, чудесно. Ютет. Уцва, о, ухуде, гем, арба, им, элев, ве, хабешме, от. И войска его, и исчисление их 40 тысяч и 500. Да, Кав, пожалуйста, Анна. Ве, Аллаф, Мэта, Мэнаше. Мате. Мате Мэнаше. О, Вэнасили, Вне Мэнаше. Гамлеэль бен Педоцур. Педоцур, угу. Так, и возле него, или к нему, к нему, к нему коленами наши, и начальник коленами наши, Гамлеэль, сын Педоцура. Интересно. Я помню, у Шалома Лаихима тоже какой-то есть персонаж, который... Хазан, да, Кантер Педоцур, да. Да, знаменитый Кантер, да. Тоже в этом имени буква Эй без огласовок. Ну, практически мы ее и не читаем. Так, хорошо, спасибо, Анна, все правильно. Кав, Аллеф, Тимофей. Тимофей, да. Кав, Аллеф. У своего уфудейхем шнаем ушлушим элев уматаем. И войско его, по исчислению их, 32 тысячи 200. Да, совершенно верно. Но вот от этого слова уматаем есть русское выражение. А теперь мы отсюда уматаем. Неожиданный переход. Горестно вздохнула Анна, но она не может... Да я и сам никак себе не верю. Она тоже, видимо, ожидала что-то глубокое такое. Да, 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 конечно. Умате... Да, да, прошу вас, спасибо, спасибо, Тимофей, да. Умате биньямин венасим ливней биньямин авидан бен гидони. Ой, забыл опять мате. Мате. Ну, мы переводим это как колено почему-то. Так, а колено биньямина. Иноси, князь. Князь сынов биньямина. Авидан бен гидони. Гидони, совершенно верно. Есть имя современное гидеон. Гидон, например, Виторгана. Зовут Эммануэл Гидеон. Да, вот это был, очевидно, авидан бен гидеон. Не знаю. Так, спасибо. Спасибо, Людмила. Каф Гимел, пожалуйста. Шушам. Шушам. Утсвао, у пекудэйгам, хамиша, вешлашим, элэф, арбама, вот. Так, ну, опять же, как-то и войско, его, в исчислении, в исчислении своему. Ну, это что, тридцать пять тысяч и четыреста. Да, совершенно верно. Шушам. Спасибо. Так, Юлия Каф. Да, Лет, да? Весь счет, как бы. Лагерь Эфраема. Да. Семь тысяч и восемьдесят, ой, и восемь тысяч и сто, значит, в армиях их, и тридцать. Третьими они будут двигаться. Третьими, очевидно, здесь не входит в счет лагерь левитов, которые несли в разогранном виде мешкан Ковчег, да, потому что они шли после второго страна, но перед вот этим третьим. Да, спасибо, Юлия. Знамя Стана Дана к югу. Пардон, к северу, Цафон, конечно, к северу. По войскам их и князь сынов Дана, Ахи Эзер, сын Амишадая. Да, Кав, Вав, пожалуйста, Анна. Так. У цва о, об кудыгым, шнаим, шнаим, вышедшим элэф, ушавам и от. И войско у него по исчислению два, две и шестьдесят тысяч, то есть шестьдесят две тысячи и семьсот. Да, 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 верно. Спасибо, Кавзаин, Тимофей. Кавзаин. Веахоним аляв мате Ашер, венаси левны Ашер, пак и эль бен Ахран. Охран мы здесь читаем, да? Охран, да. Так, и стоящий следом колено Ашера, и князь сыновей Ашера, пак и эль, сын охрана. Да, очевидно, вот охраной он и занимался. Спасибо, Тимофей. Теперь, Кав, Хэт. Кав, Хэт, Людмила, да? Кав, Тет, Шуша, да? Шуша. У матен, нафтали, о нафтали, как лучше? Нафтали обычно. У матен, нафтали, анаси, лебней, нафтали, ахера, пен, ханан. И колено, нафтали, и князь сынов нафтали, ахера, пен, ханан. Да, верно. Да, спасибо. Так, теперь Юлия и послепоследнее я, и закончим, наверное, да? Да? Слушаем. У цвао, у в кудэгем, шлиша вахамщим элэф, в арбамеот, то есть его войска числом их три и пятьдесят сотен, ой, тысяч и четыре сотня. Да, да, спасибо, Юлия. Так, и я заканчиваю. Кол, апкудим, ламаханедан меат элэф, в шива вахамщим элэф, в шешмеот, лаахаруна и сау, ладиглейэм. И всего исчисления в стане дана сто тысяч и семь и пятьдесят тысяч, то есть сто семьдесят пять, сто, сто пятьдесят семь, извините, тысяч, шестьсот. Последними они будут двигаться по знаменам их. Мы разобрались... Подождите-ка, давайте еще три кусочка-то осталось, прям жалко, что... Ну как три кусочка, разве? Ну так, тридцать два... Ой, мамочка дорогая, как же эта просто страница кончилась, извините. Конечно, да-да-да-да-да. Это мы закончим. Мы закончим главу, мы закончим параграф номер два, бет. Параграф третий мы в прошлых циклах рассмотрели. А четвертого параграфа двадцать, вот, суким, мы, наверное, сегодня уже рассматривать не будем. Оставим их следующему разу. Нет, а в следующий раз мы будем читать про неверную жену и как ее испытывают, я знаю. Там будет интересно. Ух ты, как интересно, да. А мы не разбирали именно вот эту тему? В смысле? Я про неверную в прошлом году, у вас был выбор то ли про Назареи почитать, то ли про неверную жену. Вы выбрали про Назареи, а значит осталась неверная жена. Понятно. А тут уже не отвертеться. Хорошо, хорошо, придется заниматься. Жаль, меня в прошлом году не было. Вот как хорошо у вас будет. Какая самая интересная достоинца. Ну что же, да, хорошо. Так, хорошо, так, теперь Ламедбет, Анна, давайте. Так. И вот исчисление сынов Исраэля. По домам отцов, по отчим домам, по всех исчисленных, по их лагерям, по их войску. Шесть сотен и три тысячи, и получается и пятьсот, и, сейчас скажу, Алафим Вахамеш. Так, вот я говорю. Сто три тысячи у нас получилось. Шесть меотелев, получается, шесть сотен тысяч, то есть шесть сотен тысяч, то есть шесть сотен тысяч. Получается, и пятьсот пятьдесят. Совершенно верно. Шесть сотен тысяч, пятьсот пятьдесят. Это, заметьте, боеспособных мужчин, то есть те, кто выходит в войск. Женщин, женщин ни разу не считали. Не считали женщин. Не представляли никакой ценности. Ну, как вам сказать, для войска, во всяком случае, ну, для тыла, наверное, да. Так? Ну, вместе с женщинами, с детьми, с пожилыми людьми, да еще и с левитами и коринами, это получалось около трех миллионов. Приличная цифра. Да? Анна, спасибо. Тимофей Ламедгимель, пожалуйста. Так оно и было, левиты отдельно. Спасибо. Так, и после Тимофея Ламеддарет, это прочитает нам Людмила. Да. Да. Да, 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 я чуть поправил огласовки. Ви хэн на Сау. На Асу. А, на Сау. На Павел. На Мишпахотав, Альбейт, Аватав. Да. И двинулись они, да? Да. Сыны Израиля. Нет, Ясу это сделали. Боясу. Боясу, да. Боясу, да. Сыны Израиля. Как все, как, да? Который как заповедовал. Ой, что это сейчас произошло? Ой, это у меня выключилась демонстрация экрана почему-то. Что-то я заделал. Да, вот, 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 да. Есть? Так, ага. И вот это, коль это нормально, да? А все как? Как все, как все. Ну, по-русски все как заповедовался. Вышний, Моше, Дан, Хану, это... Хану, Махане остановились Станом. Остановились Станом в соответствии с их флагами. И так, и как, и так двинулись, да? Двигались, да. Человек с его семьей, семьями. Каждая семья его, да? Аль-бейт, а вот там. По дому его отца, да? Да, по отчим домам. Остается вопрос, а куда девали празелитов? Ведь сколько-то из Египта вышло еще празелитов. Да, конечно. По дому, да? Да, да, да. Да, вот мне тоже сейчас это в голову пришло. Очевидно, здесь они не входят в счет. Почему? Потому что не так давно мы читали про товарища, который был евреем по матери, но не принадлежал никакому колену, так как отец его был египтянин, да? И он столкнулся с проблемой. Ему не давали места в стане, в стане колена, которому принадлежала его мать. Так что здесь трудно сказать. А получается, если он только по отцу, то у него уже колено в любом случае нет. Да, то есть получается, что он не еврей, но при этом принадлежит какому-то колену. Нет, все-таки так мы не считаем, да? Раз он не еврей, то он может сказать, я-то сомок колена такого-то, но... Но он же присоединился, то есть они уже считаются празелитой. Празелит – это герба. Нет, но празелит, если у него папа как бы... Не знаю, правда не знаю, честно скажу вам. Так, ага, вот 20 суким из 20, извините, из 4 параграфа мы сейчас рассматривать, конечно, не будем. Вот, и тогда, с вашего позволения, ну, поздравляю вас с праздником Шивот. Каковой наступает четверг вечером и плавно переходит в субботу. В диаспоре суббота является еще и вторым днем праздника Шивот. В Израиле Шивот один день, но суббота остается шабатом. А, значит, кому это важно, не забудьте сделать эру в Тавшилина. Вот, что я собираю. Да. Ну что же, веселого праздничка вам и с Божьей помощью. Ну, воскресенье, воскресенье уже будет обычным днем. Мы с вами, я надеюсь, будем разбирать весьма любопытную тему. Можно уже сказать, как Шивот праздник? Наверное, да, поскольку до Шивота мы, очевидно, вдруг с другом не пересечемся. Да? Да. До Шивота самое. Да, желаем друг другу успешно получить туру. Всем спасибо. Я должен остановить запись и демонстрацию. И что еще? Спасибо большое. Соответственно, всю программу. Спасибо вам всех с праздником. И вам спасибо. Счастливого всего, дорогого. До новых встреч. До новых встреч. Так, выхожу. Ну, все. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...